В Иерусалимском храме едва уловимый запах хвои, особенно красив вертеп, где над родившимся младенцем склонились Мария и Иосиф. В пещере Дева родила Спасителя. По вечере первая часть праздничного богослужения уже звучало «Рождество твоё славим» и читали притчи, или, как их называют на церковном языке, «Паремии». Это отрывки из Ветхого Завета, написанные пророками еще до рождения Христа, но предсказавшие радостные события и пришествия Бога человека на землю. На вечернем богослужении освящали хлеба, так вспоминали события уже Нового Завета, когда Иисус накормил 5000 человек. Вместе с взрослыми встречали православное Рождество и дети. По завершении службы священник Илья Сычев зачитал рождественское послание патриарха всей Руси Кирилла к верующим и от всего духовенства собора поздравил с праздником. Всех вас праздник, дорогие братья и сестры, в Божьем вам помощь и я вам хранится. Спасибо всем Господь за общую молитву. Каждого побывавшего на рождественской службе ждал подарок. На вертепе висели шоколадные конфеты, завернутыми внутри духовными наставлениями, чтобы с праздником жители изменились в лучшую сторону. После Рождества началось время добрых дел, святочные дни, которые продолжатся до крещения Господня. Субтитры создавал DimaTorzok